А правда ли, что Хонда собираются выпустить новый Civic Type-R мощностью 400 лошадиных сил и с полным приводом? Ну, это вполне себе возможно. И сегодня я расскажу вам все, что нужно знать об этом новом Hot Hatch'е и покажу фотографии прототипа, который вы не должны были увидеть. А еще мы покажем вам эксклюзивные рендеры того, на что, возможно, будет похожа новая модель. Смотрите внимательно, мы покажем их в ходе видео. Короче, я Мэтт Уотсон, и это Карвау. Хонда недавно объявила о выпуске нового Civic в 2022 году и уже подтвердила, что будет версия Type-R. Это будет шестое поколение всемирно известного Hot Hatch'а, и ему придется держать марку. Ведь последний Civic Type-R это одна из лучших машин для активной езды. Да, я понимаю, что авто выглядит как нечто из второсортной фантастики, но его двухлитровый турбированный четырехцилиндровый двигатель это настоящее сокровище. Набирает обороты как сумасшедший и выдает 320 лошадиных сил. Столько же, сколько у нового Volkswagen Golf R. Но у этих двух авто есть серьезные различия. У Golf R полный привод и хитрая коробка-автомат с лонч-контролем, а у Civic Type-R передний привод и механическая коробка. То есть стартовать на нем куда сложнее. И даже если удастся это сделать, будет непросто добиться заявленного Хондой разгона до сотни за 5,8. Это более чем на секунду медленнее Volkswagen, а тот разгоняется до сотни за 4,7 секунды. А я и вовсе добился результатов 4 секунды, что очень быстро для гольфа. Так чем же ответит Хонда? Ну, прежде чем говорить о производительности, я бы хотел обсудить дизайн нового авто. Посмотрите на фотографии с тест-драйва его прототипа. Похоже, что в Хонде решили навернуть стайлинга. Как следует. У тестового авто видны все характерные черты Type-R. Огромные колеса, более широкие колесные арки и очень агрессивный обвес. И можно представить, что фейковых решеток и воздухозаборников там хоть отбавляй, как и на нынешней модели. Собственно, вот наша первая картинка с предполагаемым дизайном будущего Civic Type-R. Да, похоже, что дизайн следующего поколения будет не менее противоречивым, чем нынешнего. Возможно, будут черные пороги, куча элементов красного цвета и здоровенный воздухозаборник на капоте. И широкие колесные арки смотреться будут обалденно. Впрочем, почему бы действительно Хонде не повыделываться? Ведь это куда веселее многих однообразных моделей авто такого класса на рынке. Взять тот же довольно-таки унылый на вид Golf R. Даже если вам не нравится перед нового Civic, погодите, чуть позже я покажу его в других ракурсах. Ну ладно, давайте сперва о мощности. Хонда не могут просто так сделать двигатель мощностью 320 лошадей и успокоиться. Представьте, какую бучу подняли бы поклонники Civic. Помните, как Хонда заменили EP3 Civic Type R в кузове Брэдвен на модель FN2, которая выглядела как космический корабль, но была мощнее аж на одну лошадиную силу? Хонда не хотят повторять ту же ошибку. Собственно, активно ходят слухи, будто новый Civic Type R будет 400-сильным гибридом. Это будет серьезный шаг вперед, Civic сможет посоревноваться даже не с Golf R или Audi S3, а с мощными хэтчами вроде RS3 и AMG A45S. В этих слухах может быть доля правды, ведь обычный Civic впредь будут делать только гибрид. А на деле производства мощных гибридов Хонда собаку съели. Вспомните хотя бы суперкар NSX. Он оснащен 3,5-литровым твинтурбо V6 мощностью 507 лошадиных сил и дополнительными тремя электромоторами, которые повышают совокупную мощность до 581 лошадки. Я считаю, что NSX это отличный универсальный спортивный автомобиль. Но лучше ли он Nismo GTR? Я сделал отдельное видео со сравнением этих двух авто. Сейчас сверху должна появиться подсказка, нажмите на нее, чтобы посмотреть наше сравнение Nismo GTR и Хонды NSX. Ну или продолжайте смотреть, чтобы узнать больше о новом Civic. Видите ли, не исключено, что Хонда могли бы поставить моторы как у NSX на новый Civic Type-R. И также не исключено, что они позволили бы дать тягу и на заднюю ось. Это и прибавило бы мощности и сделало бы авто полноприводным. Конечно, сама мысль о полноприводном Civic Type-R звучит как святотатство. Но Хонда порой не прочь потрясти устои. Ведь последний Civic, например, совсем не похож на традиционный хэтчбэк, правда? Скорее он как маленький седан, а новый Type-R будет примерно таким же. Посмотрите его возможный дизайн в профиль. Скорее похож на фестбэк или четырехдверное купе, правда же? Так что раз уж Хонда готовы отказаться от традиционного дизайна хэтчбэка, так может и от переднего привода они не прочь отойти. Это будет даже не первый случай, когда переднеприводное спортивное авто с помощью дополнительных электромоторов сделали полноприводным. Peugeot также сделали с 508 PSE. У него был двухлитровый бензиновый двигатель на 200 лошадей и электромотор на передней оси, плюс еще один электромотор позади для привода на заднюю ось. Совокупная мощность такого гибрида составляла 360 лошадей. И 508 PSE разгонялся до сотни за 5,2 секунды. Это куда быстрее нынешнего Civic Type-R, несмотря на то, что Peugeot больше и тяжелее. Так что переход на гибрид мог бы помочь новому Civic Type-R стать куда быстрее напрямой и во время стартов. Honda также заявляет, что они переведут все свои модели для европейского рынка на электричество к 2025-му. Это подразумевает и будущий Type-R, но вы не слишком переживаете. Никто не гарантирует, что Honda сделает зверски гибридный Civic Type-R. Скорее то, что рано или поздно всем моделям добавят какой-нибудь мягкий гибрид. Есть еще одна причина, по которой Honda вряд ли сделает полноценный гибридный Type-R. Все дело в коробке. Дело в том, что куда проще заставить гибридную систему сработаться с автоматической коробкой, нежели с механикой. Ведь машине не нужно пытаться предсказать, когда вы решите переключить передачу. И так знает ведь она, и командует парадом. И можно быть уверенным, что у нового Civic Type-R будет замечательная механическая коробка. В конце концов, это один из главных козырей этой модели, не так ли? Собственно, это, вероятно, лучшая механика из всех доступных на рынке сегодня. А это значит, что на ближайшую перспективу можно даже не думать о полноприводном гибридном Civic Type-R. Скорее всего, у новой модели будет двухлитровый турбированный бензиновый двигатель и передний привод, как и у нынешнего поколения. Но, возможно, мощность будет ближе к 340 или 350 лошадкам. И такие же хитрые подвески, дифференциалы, технологии, чтобы контролировать всю эту мощность. Другая причина, по которой гибрида, скорее всего, не будет, это масса. Ведь второй козырь Civic Type-R это его прекрасная управляемость. Словно гоночная машина, если выехать на трек, легкая, отзывчивая, юркая. И все эти качества ухудшатся, если увеличить масса. Стоит ли полный привод таких серьезных жертв? Пожалуй, что нет. Я сравнивал Хонду Civic Type-R на треке с двумя полноприводными хэтчбэками. Toyota GR Yaris и Mercedes AMG A45S. Если хотите посмотреть, нажмите на подсказку сверху, чтобы перейти к видео. Обычная модель Type-R ведет себя на треке замечательно. Но модель ограниченной серии Limited Edition еще лучше. Хонда дополнительно снижала массу на этой модели для еще лучшей управляемости. Сняли даже аудиосистему. И раз уж Хонда настолько озабочена тем, чтобы машина была легкой и юркой, можно ли представить, чтобы они сделали новый Civic Type-R тяжелым, замороченным гибридом? Пожалуй, что нет. Но наверняка в этом мы убедимся позже, когда компания официально представит новую модель в конце 21-го или в начале 22-го года. Ну а пока я покажу вам последнее изображение того, как может выглядеть новая модель. Все еще широкие колесные арки, разумеется. И тройной выхлоп у нынешней модели настолько крутой, что Хонда просто обязана перенести его на грядущую. Ну правда же. Но как вы считаете, следует ли Хонде сделать дизайн следующей модели чуть поскромнее? Или все же имеет смысл делать полноприводную модель, чтобы Хонда могла посоревноваться с ним, Tommy? Ваше мнение, каким бы вы хотели видеть следующий Civic Type-R? Дайте знать в комментариях. Надеюсь, видео вам понравилось. Если да, поставьте нам лайк. Нажмите на окошко слева, чтобы посмотреть другие видео. Или на значок по центру, чтобы перейти на наш канал.